Два дня, три концерта и десятки произведений отечественных и зарубежных исполнителей. В Самаре завершается 10-й юбилейный фестиваль Мстиславу Рустроповичу. В программе не только музыка, но и открытие нового музея. Чем в этом году удивил творческий форум и чего ждать в следующем десятилетии, расскажет Мария Акимова. Этот год для музыкального фестиваля Мстиславу Рустроповичу стал юбилейным. В Самарской области он проводится в 10-й раз при поддержке Валерия Гергиева и правительства региона. Два фестивальных дня и три концерта с участием симфонического оркестра Мариинского театра. В программе крупные симфонические полотна Шостаковича, Прокофьева, Штрауса, Брамса, Скрябина, Берлиоза. За дирижерским пультом сам маэстро. Гергиев постоянно бросает вызов человеческим возможностям и самому себе. Отсюда невероятно плотный гастрольный график и выступления на ведущих площадках мира. В Самару оркестр прилетел из Европы. На сон зачастую есть всего несколько часов и даже если музыканты сильно измотаны. Слушателям этого не показывают. Выступают, как всегда, на высоте. Юбилейный фестиваль посвящен 90-летию со дня рождения всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. С Самарой его связывало немало. Он выступал в Куйбышеве в 1973 году, незадолго до отъезда из Советского Союза. Подготовил здесь и мировую премьеру оперы «Видение Иоанна Грозного». Один концерт из трех по традиции благотворительный. Он собрал в зале юных слушателей. Некоторые из них воспринимают музыку по-особенному. Наши дети на самом деле слабослышащие, но это ни в коей мере не мешает им слушать музыку. И мы даем такую возможность для чего? В первую очередь понять, что им доступна музыка. Есть такой предмет, как неречевое звучание. Но это еще одна возможность услышать в таком масштабе это неречевое звучание. В культурной программе помимо музыки открытие нового музея. Здесь же, в Театре оперы. Костюмы, макеты декораций, афиши прошлых лет. На экранах архивные фото и видеоматериалы. Экспозиция посвящена истории театра. Открытие в 1931 году, переезд в здание на площади Куйбышева, годы Великой Отечественной и премьера седьмой симфонии Шостаковича. На этой необычной карте показано победное шествие легендарного музыкального произведения по всему миру. Возьмем более высокую планку ответственности. Мне кажется, надо с историческим событием, исполнением седьмой Леяградской симфонии, связать как приезды сюда коллектива Мариинского театра, не только оркестр. Мне кажется, что все-таки мы об этом уже говорим. Все настойчивее. Мы можем расширить просто рамки нашего сотрудничества. Планы грандиозные. Не исключено, что фестиваль расширит горизонты. Афиша будет дополнена новыми яркими событиями при участии разных ресурсов Мариинки, не только оркестра. Кроме того, творческий форум продолжит знакомить слушателей с молодыми исполнителями. Мария Акимова, Тимур Набиев, Новости губернии.